Алло, добрый вечер, а запись? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 я приняла душа что вы пропустили а что пропустили я вам видео огромное количество видеть у меня засняла с 5 утра сел салмана все не стало 5 15 так что вот такой большой рабочий день и сам не пропустили пропустили инкассаторскую машину как-то инканса как она без нас не приехала друзья мои как житель инкассаторская машина приехала без нас зато магнит всегда низкие цены пожалуйста универсал магнит а большая фура разгружается велку это магнит так что вот там принципе ки цены в принципе нормальные что мы в этом по хорошей цене там покупала помидоры помидоры я купила тоже да помидоры хорошие нормальные вот такая эротическая в принципе думаю что в любом случае мне покушать надо а я подумала сейчас я буду готовить и оба чего я чтобы так на моей а здесь думаю а чудес погуляю опять вот это вот как это погода природа собой в общем понаслаждаюсь как обычно в общем едой собой и природы погоды лично летним шикарный вечер где больше не пятница так что думаю что видеосъемочку очень поговорим почему поговорить хочу не поговорить что такое интересное или сменим тему мужчина мы сменим тему или нет мой постоянный телезритель мужчина я на вас вообще каждый день смотрю и там между это он просто кепку немножко снял вот мужчина мы будем тему сменять или о чем-нибудь другом ну я знаю немножко немножко шутки в общем там ну да магнит global в общем global так что сейчас сейчас немножко макарушки в общем сейчас тут будет все это аль денте супер аль денте жди меня я сейчас я приду сейчас я приду ну вот такая супер здесь видно а вот где немножко низко немножко низко или тут я себя буду на трону заснимать на трону заснимать и здесь ближе к воздуху воздух погулять подышать воздух все эти большие свечи буквально там буквально будет тетя ну они 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 Продолжение следует... 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 Кто же нам тут решил позвонить? Кто же нам тут решил позвонить? Сейчас я вам скажу номер. 7-964-866-01-41 Они даже звонили, а, да, удаляю я этот номер. Ну что, пусть здесь у меня телефончик лежит, сейчас я добавлю сюда еще немножко, знаешь, какое-то, что-то здесь, блюдо, блюдо нужно добавить, чтобы оно было такое. Спасибо. 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 что я уже еду что может поставим ближе более как то вот так то видео видео съемочку сейчас вот прям ух моя лягушара что вот я бы сказала знаете он этой фигурой фигурой этот мужчина который здесь ну вот в общем как то вот это вот он знаете на кого похож даже когда он эту рубашку-то раздел он похож знаете на этого на Эдди Томса из Швеции которому я ездила кстати вы можете посмотреть в шведском консульстве я к нему ездила по приглашению там же все зафиксировано он мне приглашение присылал из Швеции я к нему ездила по-моему даже два раза мы с ним путешествовали в Стокгольме были на машине проехали до Парижа и обратно так что вот Татьяна Салманова может рассказать как из Мальма путешествовать на машине ну правда такого иномарка ну такая она была у него иномарка в возрасте ну да днем мы с ним ехали по этой жаре понимаете жара Италия лето но благодаря ему я узнала мы с ним в Милане мы были с ним в Милане останавливать в Милана мы с ним это было видимо собор миланский посмотрели а потом такие шикарные там магазины вот я там разную косметику выбрала Сейшеда и с тех пор я пользовалась дневным знаете какой шикарный дневной крем Сейшеда для ну для такой для молодости да не в возрасте а такой вот такой вот крем такой штучек с такой белым я много-много лет потом он такой достаточно дорогой Сейшеда это по-моему такая японская какая-то косметика так что вот он купил такой набор так что вот кстати благодаря ему я вот это мне купила я потом много-много лет пользовалась вот этим Сейшеда для лица вот этим кремом шикарным совершенно шикарный крем ночной как-то не очень пошел у меня такой крем а вот этот дневной просто шикарный что еще благодаря ему я узнала что такое Венеция хотя он стал маном на нем было лет 27 28 я не знала что такое Венеция я думала ну Венеция город что такое отсвечивает это у меня вот немножко нужно так вот помолчь уже знаете уже почти подсохла благодаря ему узнала что такое Венеция мы такие подъезжаем я уже рассказывала к Венеции подъезжаем и он такой говорит нужно парковаться вот оставлять машину а дальше как говорится вот это я говорю а чего а что туда нельзя на машине он говорит нет там можно только на лодке вы понимаете да вот это вот сам старинный город я была вообще просто удивлена я даже не знала что такое Венеция существует так что вот мы с ним жили достаточно в хорошем отеле в центре в Венеции швед итальянского происхождения швед итальянского происхождения где вы там еще ну примерно так когда издалека на вас смотришь примерно как-то вот так только у него седины не было ну ему и лет-то было у него была лысина седины особо не было что еще это мы с ним на пароме из Мальмо туда в Данию куда там паром идет чтобы на Европе по Европе на машине ну таким вот дела я бы вообще ему такую характеристику в принципе со всех сторон положительную дала бы знаете такой достаточно очень хороший положительный мужчина так что вот ну кем же он работал не знаю может у него что-то на себя он работал машина у него была белого цвета такая поддержанная в возрасте иномавка ну такая легковая длинная такая машина в итальянском городе даже мы с ним сходили какие-то такие маленькие магазинчики у меня такой такую накидку палантин такой знаете на платье надевать такую штуку красивую купил а это я к нему что летела? когда второй раз по-моему я в Мальмо летела наверное из-за него что знаете вся Швеция весь все Мальмо не взлетела на воздух ну да если я к нему я же летела в Санкт-Петербург наверное вот это Мальмо да он меня там встречал в этом Мальмо это был единственный раз вы там знаете там шикарный аэропорт но это было первый раз там нужно очень много достаточно далеко идти почти во всех аэропортах ну кроме нашего полковского в нашем там полково близко идти а в каких-то таких там долго нужно идти вот ну знаете я там пока вышла пока там в туалете принарядилась там это косметику думаю нужно хорошо выглядеть он меня там встречает я особо никуда не спешила думаю а куда спешить там этот чемодан поездит я там обещала тут этот туалет там это косметика ну вот я никуда не спешила такая спокойненько этот с этим чемодан потом чемодан получила вот это вот магнит уже уезжает универсал глобал чего там такое глобал низкие цены так что вот это кстати к нему я летела да да и обычно на всем пути этого следования люди идут ну можно других самолетов ну да уже к выходу там где чемодан потому что разные рейсы на разные ленты выкладывают чемодан и там объявляют что ну там смотришь какой рейс вот и как бы чтоб чемодан свой это вот получила я чемодан потом нужно эту декларацию как его называют ну вот такую бумажку написать ну что не заполнить ну помнишь штуку заполнить на выход туда там вместе с паспортом показываешь эту штуку наверное ну да не наверное а точную я пока этот человек там заполняла пока чемодан вот это пока там вы понимаете да пока там ну в общем это долго смотрю а потом когда эту бумажку заполняла оглянулась вокруг смотрю никого нет меня так это удивило и смотрю там знаете вот такая штука такими штуками сделана такая специальная лента а там по этой всей ленте полис стоит я думала а что такое то я такая ну я такая побыстрее думаю сейчас никого нету ну как-то смотрю а они как стоят тут такая лента и туда а самое главное ничего не объявляли хотя я бы вряд ли была на шведском языке они должны были на английском объявить у нас тут когда вот это вот знаете вот когда это пять озер или что это он когда-то не работал пару лет назад или когда-то я такая иду а там вот с той стороны отцеплена и полиция я говорю а что такое то они говорят ну бомбу ищут так что вот ну обычно когда там шутники пошутят вот бомбу они искали это все отцеплено было и обычно людей эвакуируют сразу тревога ну вот я быстрее да он не может быстрее я так вот прошла и у полицейского спрашиваю что такое я говорю что у людей нету а он мне и говорит ну это наверное как-то говорят что ну наверно сигнал им поступил что короче на территории вот этого аэропорта бомба что он заминирован я думаю вот это вот это надо а люди все уже на улице они уже все на улице я вообще просто была в шоке ну не то что в шоке я так побыстрее там прошла и вот это вот я даже думать не стала там это пошла вышла думаю ну ладно в общем это как-то вот это вот но сам факт меня удивляет они должны были это на английском и вообще это сказать и люди должны были как-то подсуетиться или они хотели что я там эти бумажки заполняю я вообще удивляюсь понимаете Швеция такая страна вообще есть такие законы вот это он должен он видел что я там эти бумаги заполняю эту штуку он должен был махать мне руками шешу вот там это вот это быстрее на выход какие там вот какие эти штуки то а он все такие вообще вообще главное главное не сообщают они говорят думаю а что они ждут то может быть конечно где то с другой стороны ну в том смысле что может где то локально вы поняли да я не знаю ну что там опять шумы какие то что за шумы а обратно помню из Швеции летела я вообще в Швецию то летала из муха а то я как из Швеции я помню летела там было это уже из Швеции в Швеции даже я к Роланду летала был у меня такой жених я чуть до него даже замуж не вышла Роланд юрист очень симпатичный высокий стройный из Стокгольма вот я вспомнила как же его фамилия ну Роланд его точно назвали с офисом в центре Стокгольма и было тогда когда мне было 30 лет и ну вот влечу я из Стокгольма, подхожу с этим билетом, я уже там сидела, иностранными авиалиями, я обычно иностранными, я Пулкова, обычно, я Пулкова вообще даже не летаю, я Пулкова не летаю, только иностранными этими, вот уже сижу там, вот это вот, подходит там какой-то там что-то такое, типа, по типу места, по типу места, там с кем-то рядом надо, был,ουν какой-то мужчина или женщина или мужчина, нет, подходит такой, говорит, у нас, говорит, тоже вот, вот это место, я говорю, что дальше, я ему говорю, у меня на билете, я смотрела и села по билету на место, я говорю, а что ему говорить, мужчина мне сказал, понятно, что мы там вдвоем, либо как-то вместе в этот рядный сесть, я думаю, общее морочить голову, им нужно вместе сесть я говорю вот у меня а он мне спал уверять что у него точно такое же место в билете я говорю вот я не знаю обратитесь к стюардессе я бы я уже сел чемодан туда положил меня почему чемодан это генетик чемодан я уж туда говорю а чё там а он говорит вот там посередине я говорю нет я не такое место не надо чтобы такое место мне не надо ну ладно не будем отвлекаться не будем отвлекаться на шумы воняет воняет и шумит это наверно он сегодня что приехал или что очень ладно давайте подходит ко мне стюардесса и тоже просит чтобы я пересела я говорю говорю я у меня место я говорю вот я купил билет вот это место вот это место надо это вот там в чем вопрос вот могли бы пересесть показывать мне знаете там другой вот это знаете какие-то там которые там это я бы нет я вот туда я не могу пересесть я могу пересесть в апгрейд там бизнес-класс ну да я так сказала если там есть места где-то апгрейд бизнес-класс я с удовольствием сяду вот это бизнес-класс думаю никогда вообще не летал они первыми бизнес-классом так что а так в стокгольме было много раз на стокгольм вангаре я была много раз в стокгольме и с этим сэдди томсом и с ролландом и потом еще там летала и ездила плавала на этом пароме вот этот паром как бы там сирия лайн а финляндия финляндия стокгольме обратно с ночевкой в этом на этом лайнере и один день стокгольме так что давай много раз и на пароме мне у них понравилось помню скрасит уже на пароме хотелось бы конечно бизнес-класса но увы а единственное что там я брала билеты подешевле но по-моему я к вам пару раз брала чтобы одной в этой каюте быть одной да двухместной чтобы у тебя и по-моему там не было ничего кого-то там в общем заселяешься туда уже так любила путешествовать потом там знаете на этот на ужин по-моему девятнадцать 20 баксов в шведских кронах не помню сколько это стоило вот заселяешься и идешь в этот шведский стол вообще этот салмоны вообще такие вот такие вот очень вкусные но или да что и что их вот на условия которые ходят в Мальмо Дания. Так что вот. Самую большую концентрацию красивых, удивительно красивых концентрацию мужчин я видела на вот этом пароме. Они, судя по всему, живут то ли в Швеции, но, скорее всего, они в Дании живут. Они на пароме плыли из Мальмо туда, туда, в паром, в Данию или куда-то. Ну, вот, нужно. Не в Найт Клап ловить какого-нибудь такого жениха, а там, туда вот, на этом пароме. Ну, там с машинами, знаете, пока пройдешься, может быть, знаете, вот это вот. Ну, такие молодые, симпатичные. Такая концентрация. О, вот это вот. Я как вспоминаю. Даже в Найт Клап в Довинишине просто отдыхает. Ну, да. Ну, просто подходишь ему к нему и говоришь. Вы знаете, ваша машина загораживает мне проезд. Мне нужно проезд. А, нет, там уже, они потом уже, когда, знаете, а там уже машинами, потом выезжают. А, нет, там уже машинами. Какой местопольный раз. Я почему-то когда думала, у меня что-то когда думала. Близко. Ох, такой красивый вообще, местопольный. Это не Американец, близко. А права женщин. Мне вот этот вот Эдди Томс объяснил. Это я у него из окна видела женщину. Рядом с ней шло то ли трое, то ли пятеро детей. Она такая вот, одна женщина шла, а пятеро детей. Я даже не поняла, что это детский сад или что там. Я у него спросила. А он мне сказал, что там вот так вот. Если, например, ты родишь там вот так вот там трое или пятеро детей от разных еще мужей, то вообще считаешь, что она всю жизнь обеспечена. Вот так он государство там обеспечивает. Что-то он мне так долго объяснял. Так они защищают права женщин. Так что вот. Ну, это, наверное, шведов. Такие же кафешки. Прости, как Париж. Знаете, Стокгольм. О, самолет. Ну да, здрасте. Летит? Летит самолет. На посадку идет. Ну да. Снижается. Ох, Татьяна Салмановна за вас переживает. Как сказала Татьяна Черниговская, просто раньше мы не знали. Раньше нам не сообщали о том количестве вообще самолетов. То есть что-то там вот это вот, да. Потом стали как-то что-то такое сообщать. Все, говорит, исчез. Нам кажется, что что-то там такое. В мире изменилось. Я, наверное, когда там. Наверное, вот я так часто ездила в Стокгольм. Потом я увидела эти открытки. Я особо как бы не интересуюсь. Я, в принципе, интересуюсь я обычно собой, своей вечной жизнью. В общем, с тобой. Нанимаюсь с тобой. А, ну что такое? Это мусорник. Мусорник как-то езжат. Я думаю, с чем воняет? Вот это вот. Ну здесь еще бы заворачиваться будет. Нет? Вот обратите внимание, вот он каждый раз, с утра и вечера. Ну да, вот я вот кушаю, у меня тут гранд-ресторан, а вам вот развернуться надо. Я вот еще поняла. Пико 99. Ну да. Узолушка. Уборка. Уборка, узолушка, вывоз мусора. Придумай же. У меня вот это, думаю, чем воняет. Что я уже практически покушала. Здесь еще положу себе. Еще положу покушать. Так что вот. С вами я. Тен Салман Мактум Сайфудин. А, нужно же большой свет было включить. Что же я тут теряю? Это было большой свет. Сейчас, подождите. Большой свет включу. Сейчас. Ох, я такая. Просто красота. А я и думаю, что там такое. Ну да. Что там такое. Сейчас тут засниму. Как красоты. Такие супер красоты. Вот так вот сделаю. Такой пейзаж. Такой вид сделаю. Так что вот. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. И моя авторская программа. Творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Я села свежим воздухом, знаете, такой мой гранд-ресторант для кафе, да, лягуши, моя красотка. О чем я рассказываю? А, благодаря вот этим вот, благодаря этим открыткам, и однажды, знаете, там выбираешь какие-то там шоколадки, чем-то такое в этих магазинчиках, и я эти открытки увидела. Кто-то мне знал, они такие-то очень дорогие, я сама не купила. Я обратила внимание, знаете, а, и даже мне присылали с этими открытками, знаете, присылали открытки. Вот там смотрю, королевский особ. Я даже когда ехала, ну, может быть, первый раз с тобою в Швецию, я даже не знала, что там есть вообще вот эти вот, вы помнили, да, королевская семья и так далее. Благодаря этим открыткам я об этом узнала, потом я так прочитала, в общем, про детей, в общем, так чуть-чуть, я особо не интересовалась. Ну, а в чем мне интересоваться, я особо не любопытна, ну, так, я просто как-то так даже не задумывалась никогда, вот, на эту тему. Я особо не любопытна, знаете, я обычно, знаете, мне как, я думаю, мне свои дела решить, я вот это письма, там, вот это агентство, думаю, мне бы найти себе мужа, вы поняли, да, вот это вот, собой заняться, спортом, вот это вот, ну, как-то вот это вот, своими делами, вот. А интересоваться как-то по миру, думаю, я чем-то думаю, ну, в общем, как-то, нет, ну, можно, конечно, еще поинтересоваться было, знаете, вот этими олигархами, самыми богатыми людьми в мире, самыми богатыми олигархами в России, потом королями, принцами, принцессами различных стран, ну, где я буду этим интересоваться? Можно было, конечно, книжку купить, ну, вот в этом, в доме книги, потому что раньше интернета этого не было, вообще, это сейчас, знаете, как это Татьяна Черниновская тоже говорит, сейчас же, понимаете, раз, информация, вот этот век, понимаете, вот этот век интернета, этим, чем интернета хорошая, информация, что раз, и любая информация, а раньше такого не было, вот. Я даже, когда в Бангкок летела, в Швед, в Бангкок, когда я летела в этот, в Таиланд, я тоже не думала, что там тоже королевская семья, и, в общем, вы помнили, да, что это как-то вот эта монархия, да, вот. Я обычно как там визу получить или как-то, чтобы, в общем, вот это, наряды, в чем я, вот это, в чем я буду одета, и, в общем, как-то это собой заняться, и, в общем, я как-то особо, особо нет, и в Швеции по этим открыткам я была так удивлена, ну, особо даже не интересовалась, потому что думаю, ну, я говорю, что так можно еще и певцами, понимаете, можно поинтересоваться, например, известными балеринами, вот, известными какими-нибудь певцами, певицами в мире, ну, вы поняли идею, да, вот, я просто как-то особо не была любопытной, думаю, ну, а, а, еще голливудскими актерами, знаете, поинтересоваться еще, а, ну, Шварценеггером, вот, да, понимаете, Томом Крузом, а, вот этим, как, Брэдом Питтом, кстати, Брэду Питу 57 лет, так что время идет, так что такой секс-символ. Нет, ну, понимаете, ну, что интересоваться Брэдом Питтом и Анжелиной Джоли, которые там в Голливудах, правильно, вот это вот, так же я примерно считала ее, там, королевская семья в каком-то стране, ну, о чем я, о чем мне интересоваться? Я как-то так вот думаю, ну, да, вот еще там Софи Лорен, думаю, когда книжка у меня такая вот там была, Софи Лорен так полистала, очень интересно, ну, что мне дальше, вот, и я полистала, думаю, вот, как-то, да, вот такая актриса мне тоже нравится, как она шикарно живет, просто там в этих замках, вот, да, просто, понимаете, по-королевски. Ну, я книжку полистала, почитала, закрыла, думаю, ну, и чего, ну, и все. Ну, вы поняли, да, вы поняли идею, потому что информации раньше такой особой не было, и я особо даже не придавала этому значения, там, или просто у них как-то, а, честно говоря, да, я как-то не задумывала, ну, надо же, как-то мы, у нас Советский Союз, я из Советского Союза, понимаете, вот это вот пионеры, комсомол, в общем, как-то все это, картошка, уборка морковки, ПТУ, потом учеба, в общем, как-то вот это вот. Зачем мне интересоваться королевскими особами, когда меня больше интересовало, например, как-то вот это, чтобы ко мне хорошо относились, чтобы я там хорошо питалась, дарили мне подарки, духи, вы поняли, да, чтобы я приехала, сказали, чтобы вот что-то такое, одежду симпатичную прикупить, вот. Чтобы мне были дорогие духи, дорогая косметика, чтобы я шикарно выглядела, вкусно пахла, какая-нибудь, какая-то обновочка, что-нибудь такое с собой, с собой, короче. Ну да, чтобы я вкусно поела, да, а что вы думаете, я бы стала весь макароны, вот с этой подливкой, в общем, есть с этим, как там, как это говорится, в общем, с горохом, да сейчас, я бы заготала лучших ресторанов, где там лучше, вот мой любимый Гранд-отель Европы, черную, красную, кру, ах, этот салмон, лобстеры, да, лоте, и вообще свежую клубнику, эти торты вкусные, вроде, то есть всякие слизкие, вот это, мне это больше интересует. А так можно, конечно, список изучить, прочитать список всех голливудских актеров, актрис, ими как-то очень сильно интересоваться, ну, это, не знаю, фанаты там, еще кто-то там может интересоваться, я как-то к этому всегда, ну, о чем мне интересоваться, ну, так, как-то более-менее, ну, с другой стороны, мне как-то это было особо неинтересно, другое дело, что я как-то, наверное, впервые, когда стала путешествовать, я с удивлением обнаружила, что там есть вообще, я, ну, как-то, хотя нет, нам, конечно, по-моему, Англию показывали, английскую королеву, по-моему, нам Советский Союз показывал, или не показывал, или это в связи вот с этой такой пышной свадьбой, нет, на самом деле, в связи с принцессой Дианой нам показывали вот эту Англию, так что вот, вот эта вот трагедия еще откуда-то, вот эта вот трагедия, это вот эта вот, и в связи с этой трагедией вот этой принцессы Дианы нам вот эту страну показывали, вот, я вспомнила, и как шикарно показывали, что насколько она такая вот, как ее мир любил, как ее люди любили, как-то вот так вот, вот это вот, то есть вот это вот, я даже как вот запомнила, что это мужчина, кстати, вот этот, по-моему, владелец этого галерии Лак-Пайет, у меня же, по-моему, всего сына уехало в том, на Шпедесе, где там, или я могу ошибаться, а самое главное, что такого не перепутать, потому что точно сказать не могу. Потому что, знаете, как там, у волевудских актеров, у них своя жизнь, ну, вот, ну, вы поняли, да, есть какие-то олигархов другая, есть какие-то просто супер богатые люди, у них тоже, ну, как бы, ну, их, может быть, люди не знают, они могут быть не на слуху, но они, знаете, вот есть определенные, такое определенное количество, знаете, есть такие подпольные, подпольные миллиардеры, их никто не знает, они даже не хотят, чтобы их знали, так что вот, но у них денег столько, что, в общем, просто вот это вот, а так, чисто внешне, ну, чисто внешне, так и не скажешь никогда, по нему по виду вообще никогда не скажешь, если вы не обладаете энергетикой считать, вот, богат он или нет, есть ли он деньги или нет, вы никогда не скажете, не подумайте, ну, вообще просто, как говорится вообще, Так что, я просто так это зондировала, для таких людей привезти, например, 10 миллионов долларов вообще в принципе, no problem, была бы мотивация. Да? Понимаете, они настолько, понимаете, состоятельны, была бы мотивация, а вот для них это вообще круто. Так что, вот такие вот дела. А, что там главное, позаботьтесь о документе, если вам нужны вот эти вот бумажки, дебет-кредит, откуда, что там, знаете, что, откуда. Вот. Бумажек они вам особо дать не могут. Да. Они, знаете, чемоданы, чемоданами, но документов нет. А документы позаботьтесь сами. То есть, где вы собираетесь деньги тратить. Вот. И если нужны, то есть при определенной сумме нужна, в общем, как и что вы поняли. Да? То есть, это как бы, к ним это не относится. Это мы о чем? Это мы о том, что вот благодаря вот этой Швеции, говорю, что я вот узнала, что есть королевский особо. И то я как-то узнала по этим открыткам, потом положила. Ну и думаю, ну и чего, я где-то вот узнала, что дальше. Потом прочитала. Это то же самое, как читать про голливудских звезд, там, про Аллу Пугачеву. Нам все вот это по телевизору, знаете, Новый год, там, в любой праздник, вот там, Пугачеву, этого Леонтьева, в общем, Софию Ротару показывают. Так что вот. Вот такие вот дела. Ну что, это волшебная палочка. Ох, это такое волшебство. Это о чем? А, о этих путешествиях. Как полезно путешествовать? Казалось бы, знаете, так это ненавязчиво. Вообще, казалось бы, так это ненавязчиво. Вот. Ну, я просто к тому, сказать, что я не очень даже любопытна, и как-то вот это, потому что, в общем, ну, как-то вот, 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 вот. Вы поняли, да? Возвращаемся, понимаете, тематика какая? Чтобы быть здоровым. Я всегда, знаете, вот, спорт-клуб, понимаете, вот, правильное питание, по возможности, что вот можешь правильного позволить, вот, пожалуйста, спорт-клуб. Если не спорт-клуб, тогда немножко танцу как-то дома, или ходьба, понимаете, у меня разные периоды времени было разное. Или есть полтора часа ходьбы, например, вот, если бы я сейчас ходьбой занимала, как раз и время ходьбы. Понимаете, солнце села, не жарко, быстреньким шагом, полтора часа туда, там вообще пейзажи хорошие, просто великолепные. Я гуляла много лет, пять лет гуляла. Наслаждалась просто, простор, я люблю простор. Вышла там, понимаете, застроили, конечно, вот. С собой, понимаете? Здоровье. Здоровье. Своим здоровьем. Ходьбой. Вот. Фитнес, там, йога и танцы. Зарядка с утра, немножко к вечеру. Так что, вот. Правильным питанием, правильные мысли, какие-то хорошие или познавательные фильмы, кинофильмы. Вот. Займешься собой, будет самочувствие хорошее. И вот так вот наслаждаешься, наслаждаешься жизнью тем, что есть, из того, что есть. И вот как-то вот хочется, конечно, улучшить какие-то желания. В общем, вы его поняли, да? Кстати, я тут смотрела часть, часть видео, часть видео этого Михаила Фридмана. Надо будет еще пересмотреть. По-моему, там было сказано, он сказал, что у него спрашивают, интересуются, как у него лайфстайл и так далее. Он говорил, что два часа в день он занимается. Он говорил, что там про какую-то физическую активность, то ли там, что же он сказал. Честно говоря, он должен был более внимательно послушать, чтобы вам это сказать, а потом еще послушать. Это видео я загрузила на мой странице ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис. Мы к тому сайт будем через дефис, если вы это посмотрели полностью, потому что я загружаю такое количество видео и заснимаю такое количество видео, я все не успеваю просматривать. Хотя мне то надо было посмотреть, я очень заинтересовалась. Так что вот. Понимаете? Должна быть определенная физическая активность или хотя бы, знаете, растяжка йога для организма. Понимаете? Позвоночник должен быть прямой. Шейные позвонки. Понимаете? Все должно быть в порядке. Спина должна быть прямая. Для того, чтобы, знаете, кровь. Знаете, как-то я не медик, но я вот так вот объясню. Для того, чтобы свободно циркулировала кровь. Понимаете? Вот по организму. Особенно когда рост высокий. К голове и туда, вот к ногам и обратно. Вы поняли, да? Тогда и будет самочувствие хорошее. А это что? А это, понимаете, как там вот это вот сосуды. А здесь надо релаксация йога, спириту йога, как говорят, медитация. Ну, кому что помогает? Я просто вам вот рассказываю о том, знаете, вот делюсь как бы вот делюсь, как я живу. Вообще, ну, вообще, в принципе, и огромное количество видео с ютуба загружаю. Еще раз повторюсь. Наталья Правлина, Джон Кеха, Энтони Робинс, Ангелина Могилевская, Наталья Грейс. Вот, как там, Киосаки. Киосаки я загружала? Нет. Алиса Муса. Немножко посмеяться, понимаете. Трусы на люстру. Вот это вот. Вот. И что-нибудь на всякие такие вот эти вот штуки. А, у меня Камуш как по-ритански это смеялся. Я там книжки-то вычитала. Я покупала эти книжки ее, что рецепт. Нужно не таблетки принимать, а не рецепт, а эту инструкцию. Инструкцию прикладывать от таблеток. Ну, например, от валерьянки или еще от чего-нибудь. Просто прикладываешь и помогает. Так что вот. Это к тому, что я вам советую учиться, понимаете. Если вы хотите в какой-то области достичь успеха, я считаю, что нужно сориентироваться на богатых и успешных тех людей, которые достигли в этой области успеха. А из этих, из-за позитивного, понимаете, из позитивного мышления, это мотивация, личностный рост. Это, понимаете, Пэн Шу, это Энтони Роббинс, Наталья Правдина, вот этот вот Джек Кэнселл, так что вот. Как бы Наталья Грейс. И такие вот дела. Ориентироваться на них, слушать их, потому что они достигли успеха, у них такой результат. И лучше прислушаться, ну и то прислушаться и самому подумать. Что вам подходит, что не подходит. Вот. Я сама учусь, понимаете. Я написала книжку. Ну, в общем, это я сама учусь. Я хочу быть процветающей. Вот. В общем, как-то вот я это изучаю. Книжки читаю из моей библиотеки. Ну, помните, страсти, искусство жизни я изучаю уже давно, с 2002 года. Вот. Это позитивное мышление по настоящее время. Вот такие вот дела. Чтобы вы понимали. Вот. Ну, также в рамках моей студии позитивного мышления, да, еще такое, как говорится, ну, вы знаете, я вам просто показываю. Еще раз объясню. Понимаете, как вы говорите, понимаете, вы знаете, как вы объясняете, что просто можно макароны, обычные макароны сварить, как вы понимаете, да, сколько дешево это блюдо. Знаете, наверное, в Индии так любят кушать. Вот эти вот горохом макароны, вот, добавить чуть-чуть подсолнечного масла, майонезика, чуть-чуть горчицы, немножко виноградного уксуса, вот. Все это, какую-то красивую тарелку, понимаете, вот белками можно дышать, свежим воздухом, наслаждаться, какую-то, понимаете, вот у меня платье стоит 400 рублей, вот. 400 рублей я его купила в магазине Wildberries за мои наличные деньги. Эти серьги я покупала, я купила тоже за мои наличные деньги, вот в 5 озер, там, где продаются такие вот, как там, бижутерия, они стоили, наверное, ну, рублей 500, наверное. Так что вот, фирмон, который вы видите, я, конечно, его купила за 49 тысяч рублей в шоуруме в Санкт-Петербурге, я просто люблю красоту, в общем, вот так вот. за эти духи в магазине Wildberries, Wildberries я заплатила рублей 200, наверное. 200 рублей. Татьяна Салмана немножко пошутит, знаете, вот этот владелец, знаете, владелец, наверное, владелец этого в Лас-Вегасе вот этого отеля, Париж-Париж, он, наверное, покупал там какие-то, знаете, ну, эти не мужские духи, это женские, да что вот, мы его перелили, те духи, короче, за 200 рублей, а сюда налили супер, и правда? За 500 баксов. За 500 баксов. Под шумок. Ну да. Я сама мамочку пошутила. Я не понимаю, зачем они хватались за эту вот эту вот штуку, эти мужчины в черном. Эти мужчины в черном. Ну да. Они, кстати, вот этих мужчин в черном, они вот с этими духами, они, знаете, вот этот вот, как-то их это привлек, привлек этот флакон, а может быть их привлек этот отель, или их вообще Париж-Париж привлек? А, может быть их привлек, знаете, я все говорю, у меня ужин как в Париже, может быть это как-то вот это вот означало, или что-то вот такое. Так что вот. Понимаете, еще раз объясняю, насколько это, понимаете, вот я про еду уже сказала несколько, значит, вот смотрите, погода шикарная, погода шикарная, вот да, немножко жарковато конечно сейчас, но кстати, вечером подышать свежим воздухом, столик, понимаете, ну конечно, понимаете, конечно, люблю супер-супер, чтобы у меня как-то вообще просто шикардос было, я просто коллекционер, коллекционирую это все. Так что вот. Вы же понимаете, да, у меня авторская методика Ториана, вы можете также заснимать себя как-то не так же, например, на компьютер тренироваться, вы можете купить такую-то штуку караоке, дома там петь какой-то караоке, или начать заснимать себя на видео, делать небольшие ролики, сделать потом канал на ютубе, может быть чем-то занимаетесь, может быть вы занимаетесь, я не знаю, там цветами, вязанием, не знаю там, чем-то еще, что-нибудь там вот это вот, по тематике по какому-то вашему увлечению, что-нибудь готовить. Это очень популярно, кстати. сделать твой блог. Смотрите, уже интересно, уже это, обычной едой как-то, вот это и погодой, вот это уже есть интерес, или себя заснимать, а потом это интересно, понимаете, заснять. я заснимаю себе моим ноутбуком обычным, этот ноутбук я купила, сколько я его купила, за 7000 рублей, да, или дешевле, 7 или 8000 рублей я его купила, в магазине Валберрик, Валберрик я его купила, нет-нет-нет, это был этот специальный по компьютеру в магазине. Вы поняли, да? Ну, мужчина куда-то делся, ну, знакомиться с мужчинами с балкона и как-то ему так кричать, это я вам не советую, тем более здесь какая-то восточная, понимаете, восточная диаспора, это все восточные мужчины, лучше этого не делать, а, знаете, вот такой постараться как-то себя раскрепостить, а, в общем, такая, принять душ, вот, а, вот эти всякие медитации с розой, я такая, вся такая вот эта богемная, такая по школе очарования, и уже куда-нибудь туда пойти в магазин по интересам или по интернету где-нибудь там познакомиться, если вы с кем-то хотите познакомиться, так что вот. Нет, я просто, я просто вам быстренько рассказываю. Ну, для того, чтобы быть интересным, вы должны быть интересны саму, вот, самой себе. Вы должны, как бы, понимаете, наслаждаться, наслаждаться собой, а мужчина, понимаете, он это считывает, понимаете, а мужчины запоминают ощущения, понимаете, и он захочет, понимаете, быть частью вашей жизни. что-то вы наслаждаетесь собой, и он захочет быть частью, понимаете, в вашей жизни. Я же вам показываю, между нами девочками, вот это же четенько на пенсии, понимаете, ярко-ярко себя вот это красит, там, ну, конечно, она может тебе позволить там разные наряды, и я уж об этом не говорю, что здесь должно быть много шляп, столько одежды, там, откуда, знаете, вот так вот. Ну, у нее там, да, она такая вот певица, ну, вот. Ну, например, писать стихи, понимаете, найти такого тоже, который, например, стихи там пишет. Понимаете, вот вы, например, там что-нибудь стихи, начните писать, как вот изучить, изучить, как писать стихи, значит, писать стихи и на этот форум. И там с кем-нибудь познакомиться, плюс мужчины, который тоже пишет стихи. У вас будет уже общее увлечение, его будет стихи читать, к примеру. Татьяна Салмана знает, о чем говорит, как пережить трудные времена, как пережить, если что-то как-то, вот это, я не хочу, когда о плохом, но, в общем, как-то, в общем, ну, вы поняли, да? Потому что, если вы вот лезете к кому-то со своими проблемами, мне там плохо, там вот это, там еще что-то, обычно, понимаете, как наоборот, даже прикидываются, чтобы их пожалели, вот это вот, понимаете, вот это вот. От таких людей, наоборот, знаете, как-то вот это, с какими-то вот этими, наоборот, знаете, вот эти родственники какие-то, вот эти, наоборот, знаете, от этих людей как-то вот это вот. Вот, берите, примерно, с Веры, соседка вот эту вот, сдает которую квартиру. Такая хохотушка, Вера такая, она вот этого Антону сдавала квартиру, потом, вот, смотри, парень там другой въехал. Это бывшая такая гражданская жена Леши, которая здесь Леша жила. Вот. Такая женщина, пенсионерка, вот такая, знаешь, какая-то легкая, все придет. А как она, ну, я давно ее не видела, в общем, я давно с ней очень не общалась, такая, как начнет смеяться, понимаете, вот. Вот, в принципе, ничего в ней такого, пенсионерка, в общем, вы поняли, да? Но как начнет, вот, по-любому, как начнет заразительно смеяться, а кто не хочет посмеяться? Проблемами не грузит, ну, так, конечно, может там что-то такое рассказать, но, короче, понимаете, такая вот посмеяться, не загрузиться проблемами, а наоборот посмеяться. Борщ там что-то приготовить может. По кулинарии она там что-то готовит, там по кулинарии. Ну, вот. Это к чему? Да, к тому, что, не знаю, выйти погулять, как кто-то на велосипеде, часто ходят там на самокатике, на велосипеде покататься, кто-то, понимаете, конечно, там с собачкой, люди там, конечно, с собачками ходят, но люди, ну, кто может одинокий, вы знаете, вот так как-то, вы поняли, да, то есть вот это вот, у всех разные, видите, разные, у всех разные, в принципе, проблемы. Но человек, который, понимаете, вот такой себя генерирует, понимаете, вот он, как бы, вот ему интересно с собой, интересно с собой, заниматься с собой, не своими увлечениями, вот это вот. Он привлекательный, он привлекательный для других. Если вы там начнете, познакомитесь с каким-нибудь там, не знаю, там, ну, какой возраст возьмем, ну, я не знаю, в общем, будет, где там, постоянно спрашивают, где он там, о чем там делает, там еще что-то, то есть, понимаете, то есть, ну, в общем, как-то вот это. С другой стороны, конечно, нужно так это, в общем, ладно, не будем с тем развивать. Я просто так бы быстренько пробежалась, быстренько пробежалась. Смотрите, здесь уже как бы насладились, вот это поели, там, это блог себя засняли, посмотрели, как голос звучит, караоке можно вот это вот, какой-то фильм симпатичный посмотреть. Вот, выложить блок, а потом люди, может, что-то там, такое вот, какие-то, может, какие-то, которые вам там понравятся ваши какие-то, может, и собачка, знаете, какие-то, собачка, да, вот там, про собачку там, как я там, про моих кошек рассказывала, знаете, про мотивочку, про проспирусию, про вася.ком. Может, какие-то люди, которым это, знаете, будет интересно, будут там, какие-то такие общие интересы, вот. Я имею в виду такое подообщение с кем-то, с какими-то такими людьми, так же по интернету. Это, знаете, как-то по-простому, да, здесь, конечно, хочется хватать звезд с неба и туда, в Голливуды, конечно, Салмана хочет в Голливуды, в общем, да, вот это вот, понимаете, вот эти огромные гонорары, в общем, вот это Голливуды, ну вот. Ну, говорю, что вот «Великолепный век» я два раза смотрела, вот. Если так вот посмотреть, я думаю, что, знаете, куда-то там в топ-топ, знаете, вот к этим каким-то богатейшим людям, к миллиардерам, а у меня огромное количество фильмотек, я тут смотрела, знаете, про новых русских, и, знаете, если так вот посмотреть, в общем, на самом деле, конечно, в общем, как-то так. Знаете, вряд ли при большом бизнесе могут быть какие-то вот такие вот друзья. Я говорю, что там может быть какая-то вот жена, с которой сохранились хорошие отношения, а если нет, получается, что дети, а если дети уже выросли отдельно, то, в общем, вы поняли, да, то есть, в принципе, ситуация такая даже где-то вот там. И еще такой момент, я вам могу сказать по секрету, я вам скажу по секрету. Знаете, многие любят, и каждый хочет. Знаете, люди хотят общаться надежно, знаете, можно было доверять, чтобы все-то было надежно. Ваши правы. И, конечно, оно всё, будет очень. Ваши правы. Ну вот, в общем... Вы, нахватай океанее, Really? Тихо. Я знаю, что там вообще. Да, я знаю, что там есть, Я знаю, что там, да, тем, что там, да, и все, ну вот, да, Как говорят, не имея 100 рублей, а имея 100 друзей, вот. Ну, уже 100 штучек-то отвалилось, у меня надо отваливать, разваливается штука, а также, знаете, это класс. Ну, ладно, у тебя мне потом по правде. И еще такой, если я где-то в фильме, где-то там говорит, что вообще вот эти мужчины, понимаете, если у них есть мужская дружба, знаете, бывает мужская дружба, какие-то такие вот друзья, вот. И я вообще такое вот это где-то слышала, читала, или вот этот фильм, откуда я это рисовала, ну, в общем, откуда я это не сама придумала, я бы сама такое придумать не могла, вот, что они это, знаете, очень ценят. И, знаете, вот какая-то такая вот дружба, они вот эту дружбу больше ценят, чем даже, может быть, даже в какой-то степени жену, это очень интересно. Ну, это, наверное, чье-то может быть такое субъективное мнение, вот. Какое-то удивительно, правда? Вообще, честно говоря, я вот, знаете, вот у мамы, у Анастасия Петровна, несколько подруг было, ну, как говорится, таких еще с детства, вообще с детства. Когда она там начальных классов училась, это вообще, не знаю, сколько-то лет, это в 60 лет, нет, в 70. В 60, дружба в 65 лет, дружба, которая продолжалась более 60 лет, потому что вот, с этими, с этими в школе училась, вряд ли, было несколько, она как бы не со всеми так этого, как-то вот это вот, так часто общалась, но все равно, вот эти, на столько лет вот этого дружба. Так что вот. Что удивительно, вот так вот несколько подруг, просто у бабушки таких подруг вот не было, я вот не помню, там женщина, вы не видели кошку, может быть, видели женщину, кошку, там женщина уже несколько часов ищет кошку, кота. Как же она его назовела? Ищет кошку. Там вообще котов много бегает, в общем, ищет, ищет кошку женщину. Скажите, мы на нее посмотрим, на эту женщину, которая ищет кошку, или там уже другая женщина. Сейчас, сейчас я вам покажу. Ой, сегодня такой день, сегодня столько еды заказывают, наверное. Обратите внимание, только и будет, только и будет еду. Ну что, сейчас я эту штучку подвину, где там эта женщина? Ушла она уже? Или нет? Ошла она уже, кто-то в комнату, подвинует? И она так называет, должно быть. В автомобиле? Ну что, мужчина с глобусом в пустыне, вы какую машину выбираете? Которая справа или которая слева? С глобусом. Там мужчина, он путешествует с глобусом. Сейчас я вам расскажу. Он такой путешествует. Здесь у меня такое не так много. Знаете, сколько у нас времени уже? Времени, в принципе, не так и много. Так что вот, я смотрела в одной передаче по поводу богатых людей в Арабских Эмиратах. Он меня удивил, что он развлекает свою семью. И вообще, как он говорил, он понимал, что очень богатый. И каждый месяц, он говорит, ему как бы не купим деньги. То есть он тратит, тратит, тратит на свои там разные мечты. И в том числе у него дом в виде глобуса огромного, который он прицепляет, наверное, к чему-то, к какому-то, наверное, машине или какому-то вот этому. И ему дом этот передвигают. Он такой как бы на колесах. Вот. Он такой богатый. И вот он с этим домом путешествует. Шейх, между прочим. Такие вот дела. Я просто такого никогда ничего не видела. Вы даже, может быть, тоже не знаете, что, понимаете, дом в виде глобуса, и внутри глобуса, это его дом. И он такой на колесах, но я думаю, уже большой такой заказывать, знаете, как там, что-то сдвинуть куда-то там. Он, наверное, заказывает какую-то машину. Потом как бы по песку это передвигает. Ну, я не знаю, в общем, я не знаю. Там, наверное, система есть. И он с этим домом где-то вот в одном месте, потом это в другом месте. В общем, как-то вот так. И вообще он такой, типа, такой изобретатель. Или человек, что-то такое, в общем, интересное, чем-то он таким занимается. В общем, богатые люди, они такой, ну, такое, придумывают такое интересное. Что-то там у них еще такое интересное было. В 16-м году, в 2016-м году я, в общем, смотрела. Так что вот. Но он, по-моему, не из этих, не из этих, не из Дубая. По-моему, из какого-то другого-то было. Вот. Ну, хотя к нему он даже, может быть, даже как-то и не поймет. Да, я просто, видите, буду там до пустыни ищу. Это, конечно, самый классный. Это, конечно, вариант, благодаря с этими скучающими машинами. Да, это бы, наверное, найти. Там у этого машин столько нет. С этим глобусом. Это парк, автопарк машин. Гараж. Огромный тоже у него такой гараж. Разные цвета, такие яркие всякие машины. Вот. Как он сказал, что они скучают. Ну, конечно. Вот такое огромное количество машин. Они ждут, когда он их там развлечет, эти машины. Такие скучающие. В общем, скучающие машины у него в гараже. Огромный гараж. Вот. И разного цвета машины. И он так вот, как говорится, когда ему надо куда-то поехать, вот тут он думает, на какой вот эти машины он все не поедет. Вот. Там такой автопарк, наверное, месяца два можно на разных машинах путешествовать. И все будут эксклюзивные. Ну, по крайней мере, очень ярких цветов. Мне еще понравилось таких ярких цветов. Ну, вот. Так что вот, можно, знаете, о Хаммере мечтать. Здесь мечтать о Хаммере. А можно иметь столько машин, что два месяца ездят, и все на раз. И все у тебя в гараже стоит. А у кого-то наверняка столько туфель, что можно, знаете, каждые разные, там, одевать, платье, там, еще что-то такое. Вы видели вот эти вот, там, это Кэрил Брэд Шоу, вот в этом фильме «Серд в большом городе», журнал «Волк», и она там была в этой, знаете, там, поскольку это такой модный журнал, там такие стеллажи, или там огромная коллекция одежды и обуви, у них, как бы, коллекция, типа музея, типа, ну, им, как бы, знаете, вот такая-то коллекция такого-то года, вот такие-то туфли, и у них все вот так вот там это подписано. Вот. Очень интересно. Просто один мужчина пустил туда вот внутрь, а там, знаете, ни под стеклом, ни вот, ни в каких-то шкафах, а это такое огромное помещение, это все открытое. Как они справляются с пылью, я не знаю, вот. Но она, когда туда вошла, она говорит, ой, эти туфли, это такой год, она, знаете, на самом деле, как в музей, понимаете, зашла туда, как в музей, а там огромное количество обуви, огромное количество вот этих платьев, по-моему, она в обувной вот этот вот у нее, там, показал мне, так что вот. Потому что им, наверное, присылают различные коллекции, присылают различные коллекции, вот. И они их, в общем, как-то, знаете, как в музей потом можно сходить, посмотреть, или, например, такие-то туфли такого-то года, и у них там они вот уже есть. В общем, какая интересная, правда? Такой, наверное, музей, музей моды. Вот. Вот такие вот дела. Шикарная погода. Я считаю, что такой вот ветерок, такой небольшой ветерок, в принципе, я наслаждаюсь. Наслаждаюсь собой, природой, погодой. Можно сказать, гуляю на балконе. Вы меня смотрите с моего балкона, как вы поняли, да, то есть, вот, вы, наверное, заметили, да, что здесь стоит такая-то, у меня такая, как там, высокая, как-то сказать-то. Это не табуретка, а, знаете, такое, для цветов. Подставка, наверное, типа для цветов, или, в общем, как так ее можно использовать. Такая высокая такая штучка. Даже не знаю, как она по-иностранному называется. Я ее в Америке покупала. Опять стал чем-то этим вот пахнуть, короче, а кто-то с каким-то этим, чем-то мясным таким, как-то мясо готовит. У меня открыта, ну, может, кто не знает, у меня открыта балконная дверь. Видео, ноутбук стоит на моем балконе, вот, и вы меня смотрите, как бы, вот, с моего балкона. Ну, я вот дышу, наслаждаюсь собой, природой, тес покушала. Ну, такие вот дела. И очень еще интересно, килобайты. Днем видеосъемка берет больше килобайтов, чем вечером. Заснялось меньше килобайтов, вот, и показал мне компьютер, что нужно уже вот это вот. Получается, днем берет больше вот этих вот килобайтов, чтобы заснять видео, чем вечером. Очень интересно, чем вечером и ночью. Ну, что, о путешествиях. Начать уже рассказывать про другие путешествия, я думаю, что смысл понять. Сейчас я уже буду это выключать, это видео и загружать на мой канал YouTube. Смотрите два моего канала YouTube. Это я сама на макту, сайт, будет на русском, на английском языке. Там больше 6000 видео, 6400, даже больше видео, на каждом видео я. Собачками гуляют. Ну, вот люди с собачками гуляют. Очень много же такого, знаете, в интернете иногда, ну, знаете, конечно, так вот смотрите, смотрите в этом, что-нибудь такое вообще не по тематике, я должна их время, конечно, тратить. А из интересного я вам уже рассказываю про шкаф, про шкаф, который там иногда становится волшебным, там по четвергам, или по каким-то там дням, по четвергам, шкаф волшебный, то есть, понимаете. Да не я придумала, это кто-то придумал там, это я в интернете прочитала. А так это было волшебно написано, и даже так и вам не пересказать, как это было написано. Ну, далеко ходить не надо. Смотрите, как Софья Ротару выглядит в 70 лет. Чтобы так выглядеть, понимаете, это, понимаете, это положительные эмоции, положительные эмоции, это соответствующее, понимаете, питание, вот это вот, соответствующая такая вот эта вот жизнь. Так что вот. В которой, знаете, все сделано, я читала о ней, у нее вот муж такой был, как мне говорил, только поя, она там пела, выступала, все остальное он как бы делал. Так что, вот такие вот дела. Представляете, у меня только концертов, знаете, эти, как там, фанаты, поклонники, с цветами, с благодарностью, куда они придет, все рады, вот, везде пропускают, понимаете, даже, ну, как бы, Софья Ротару, вот это вот. Говорят комплименты, и, в общем, как говорится, дарят подарки, цветы, в общем, восхищаются, я думаю, что только вот что-то такое ей должны хорошее говорить. Вот. Все-таки звезда такого уровня. Ну, конечно, уход за собой, понятно, знаете, они, как обычно, такие, знаете, там, и спортом занимаются, там, это, всякие, там, спа, это, ну, в общем, конечно, на это все нужно деньги, это деньги, вообще, понимаете, и, в общем, в общем, это, там, комфорт. Вот такие вот дела. Я, конечно, не знаю, сколько Татьяне Черниговской лет, я за интернет, что хотите мы посмотрим, сколько ей лет? Ну, вот просто я сужу, я не хочу просто, как говорится, я просто не знаю, можно в Википедии спросить, сколько ей лет. Вы поняли, да? Понимаете? Одно дело, это даже по фильму можно посмотреть, вот это вот одна актриса, сейчас быстро вам скажу, вот так, где фильм «Крем», которая научный работник, как-то ей все надоел, типа, она там, профессор, ей вот все надоело, она решила как-то вообще, вообще, на самом деле, вот, что другое сменить это? А другое дело быть вот такой вот, какой-то, вот эти вот, как это, между нами девочками, это женщина на пенсии, вот, вот такая вся в шляпах, на шляпах, такая вот певица, рядом с ней два мужчины, внимание. Так что вот. Сейчас там еще какую-нибудь такую серию загружу, потому что там очень много-много серий, просто это такой сериал, который, в принципе, очень, как бы, я считаю, что познавательнее даже посмотреть, только из-за вот этой вот женщины, которая имеет такую, знаете, такую вот эту харизму, в общем, как-то, в общем, как-то вот так. Я об этом уже говорила. И смотрите, она занимается собой, она уже к завтраку, она одета, она в наряд, каждый день разные наряды, она уже к завтраку с косметикой, в косметике, с помадой. Она не в какой-то там непонятно в чем, понимаете, по типу я на пенсии, она там нарядилась, понимаете, как вот это вот, даже когда по дому там она убирается. Она за собой ухаживает, в общем, как-то вот так вот. Это драйв, в общем, какой-то драйв нужно иметь. Там, понимаете, там в этом сериале не показывают личную жизнь. Там потом показывают, что она как будто замуж, а там такую личную жизнь, это не такой сериал, что будут там показывать что-то такое, да? Это сериал такой вот, ну, без этих вот этого. Там молодежь показывает в этом, а здесь как бы, я просто вам не могу сказать по этому поводу, что там, что там такое. Ну, судя по всему, это, знаете, все-таки, наверное, знаете, вот эта энергия любви, энергия секса. Ой, такая киса, такая прыгающая, там что ловит. С котеночком, понимаете, это кошка, которую мы уже смотрели, она нам с котеночком вышла. Кстати, из-под этой же машины, как там, вот это вот, они там, вот это рендрово, да, рендрово стоят или рядом рендрово? Котеночка. Так она с ним так и гуляет, смотрите, это кошка с этим, с этим котеночком гуляет, вот она с ним вышла, вот там вот сидит и смотрит, как он на нее гуляет. А котеночку маленький, ну, где-то, наверное, ну, больше месяца, он такой маленький котеночек, они там отдыхают. Угу, какой играющий. Я, конечно, могу вам показать, но здесь, конечно, очень далеко, я вам могу рассказать. Это что я там, где-то он там побежал. В общем, что, знаете, вот эта вот энергия любви, энергия секса. В общем, как говорила, как говорила вот эта еще одна мамина, моей мамы подруга, моя мама Тамара Петровна, как Валя Клеверова, Валя Клеверова, так что вот. Это я лично слышала, она вот приезжала к маме, у нас к нам в гости, к маме приезжала, на кухне сидела, и, в общем, там она с мамой, она с мамой общалась, она не со мной общалась, она с мамой, она к маме приезжала, с ней тоже долгие годы дружила. Тоже лет сорок, наверное, мама с ней дружила, даже больше. Лет сорок пять. Так вот, она говорила, что у нее, знаете, депрессия, когда у нее нет секса. У нее возникает депрессия, а как у нее вот был секс, в принципе, секс, конечно, с мужчиной намного младше себя, поскольку ей было там шестьдесят, наверное, восемь или сколько там на то время, шестьдесят семь лет. Ну, она так сидела, она так сидела и говорила. Потом она уже приезжала, уже депрессия, как рукой сняла. Потом она на таком энтузиазме, она могла вымыть нам всю посуду, хотя у нас была посудомоечная машинка. Она говорила, зачем машинка, руками, я все делаю руками. Она умудрялась, мы там-то кушали, потом она умудрялась помыть еще посуду за нас троих, понимаете. Мы с троих кушали, например, вот. За всех троих она говорит, если посуду помою, полы помою, это удивительно. Никто ее не просил, она сама. Она говорит, разве это сложно, сейчас я все сделаю. Сейчас я посуду помою, полы помою, и вообще, я все как бы вот так. Ну, было просто удивительно. И что, и ходила она куда-то там на танцы, кому-то, не знаю, там за 50, где-то там эти танцы, знаете, где-то в парках, тоже понимаете, что какой-то драйв там где-то вот был. В хора находила, не знаю, может еще, я не знаю, в хора находила. Вот, и, в общем, как там, на танцы, кому там за 50, где там, летом, когда там танцуют. Зимой на каток она катала свои 65, 65 на коньках, как блокадница бесплатно. Как она говорила, блокадникам бесплатно. Я подумала, еще бы. Покажите мне блокадников, которые будут кататься на льду. Вот это вот. Как блокадник, она там бесплатно каталась на льду. Она говорит, льготы, а так деньги нужно платить. Она даже в Новый год, она же в Новый год ходила отмечать, где-то там на коньках кататься, где-то вот это вот так вот отмечать. В общем, как-то вот так. И все это делала бесплатно. Бесплатно хор, бесплатно вот этот вот там всякие эти танцы. При каком-то консульстве она говорит, что-то вроде там, где кошка с котенком пошли дальше гулять. Несколько вечеров она посвящала чтению книги. Я говорю, вот я люблю читать. И подкрашена. Знаете, у нее всегда волосы были так-то наверх, конечно, стеды, так-то наверх, типа блондиночка. Она еще все красила так-то блондиночку. А так у нее всегда, знаете, черным глаза подведены, как-то губы чуть-чуть накрашены. Вот, всегда были, ну, чуть-чуть, в общем, как-то вот так. Это просто, знаете, такой немножко такой дайджест. Я просто такой дайджест делала, это к тому, что, ну, знаете, там, это, в принципе, знаете, если у кого-то, знаете, какие-то там могут быть или вопросы, или еще что-то, я, знаете, так вот как-то немножко обобщаю. И обобщаю не на такой возраст, там, вот, 18, понимаете, вот это вот, а обобщаю на такой вот возраст, ну, в общем, вы поняли, да? В общем, вы поняли, да? начинай с белой ночи. Я, в принципе, уже, я отдаю, что так, знаете, я просто сижу, очень наслаждаюсь, знаете, вот, люблю, поскольку, как-то, несколько дней здесь жара была такая, а сейчас прохлада, понимаете, с улицы прохлада, я, в принципе, сижу, как бы, вот, как бы, прохлада, знаете, вот, наслаждаюсь прохладой. Я, может быть, бы и выключила, хотя нужно подключить вот это, где там подключить. А, вот еще что, что я хочу сказать, смотрите, у меня здесь видеосъемка, я снимаю себя на ноутбук, вот, и, честно говоря, если, когда я выключу ноутбук, у меня нет привычки вот так вот сидеть без видеосъемки. Мне почему-то кажется это странным. Я никогда не сидела вот так вот без видеосъемки. С видеосъемкой, да, я вот там, вы поняли, да? Я придумала такое кафе, гранд-ресторанта, вот это вот кафе до бьюти, дышать воздухом, это такая, моя такая задумка, обсуждать разные темы, какие-то секретики вот такие вот, просматривать там что-то интересное, там это СПА, там, ну, различные темы, темы. Это как бы плюс экстра к позитивному мышлению, смешным наукам, хотя в искусство жизни это все входит, интересное такое. Вот, обсуждать различные такие темы. Ну, такие вот дела. Кстати, вы теперь примерно можете прикинуть, ну, правда, не очень часто, но я могла с кем-нибудь из моих знакомых, вот, например, по телефону, вот так вот, как вот, сейчас будет почти час и 49 минут съемки, видеосъемки. Я так иногда по телефону очень долго говорила, я могу так часа два-три по телефону. О чем? Слово за слово. А ты вот там вот была, о Швеции, а как там, ты расскажи. Вы поняли, да? Я могла вот в таком режиме вот так часа два-три по телефону. С кем-то из знакомых. Там о том, о сём, там, кто-то что-то скажет, я говорю, а, вот, что-то там, ну, вот, как-то вот так вот, слово за слово. И так вот поговорить. Ну, не так конкретно, я даже не знаю, как вот вам. Ну, что же там другой там, не знаю, там, обсудить, я не знаю, там, про Америку, как там в Америке. Как там, в общем, ну, да, вот это Аня на маму мне любила звонить. А как там жить в Америке? Я у нее спрашивала, как там жить в Италии. В общем, как-то вот это. Ну, исключая, конечно, знаете, вот эти, как говорится, я уже такую тематику взяла, и немножко, немножко уже, вы поняли, да, эти горячие секреты великолепного секса, как я сегодня взяла такую тематику, немножко вот эту вот, в общем, как там, Жени Шаден или что-то, да, у любви и секса. А потом я вообще одно видео такое там загрузила, даже не знаю, даже не знаю. Ну, понимаете, там пишут, что они эксперты. Эксперты, вот эта женщина, там у нее огромное количество видео, я такое видео загрузила, сама даже постеснялась посмотреть. А вам загрузила. Ну, да, кто интересуется. Просто несколько книг, я подумала, так, вот эта вот тема любви, книжки Натали Правдиной, ну, это как бы такая норма, да, а какие-то вот такие вот книжки, ну, там не все, конечно, вот так вот будешь и читать, но что-то выборочное. А, еще вот другая книжка, я еще обещала почитать, я сказала, но не стала потом, потому что книжек много, понимаете, вот так вот, я же не все читаю, я выборочень читаю. Вот, там эти прикосновения, нежные прикосновения всякие такие, прикосновения с любовью, об этом мы будем еще вот это вот говорить. Потому что, знаете, вот, говорят, что у меня такой манеры, если я сейчас выключу видеосъемку, я вот уже не буду здесь вот сидеть и дышать воздухом. Я занавешу, занавешу шторы, ну, мою эксклюзивную такую занавес, я занавешу, вот, и, скорее всего, я еще там покушаю, чай попью, вот, лягу на мою эксклюзивную кровать и буду смотреть на этом ноутбуке, или там, или Хакамаду, или Наталью Правдину, или Татьяну, вот эту вот, Черниговскую, или какой-нибудь фильм между нами девочками, или все мужики СВО, или там, я не знаю, там, что-нибудь такое, я не знаю, там, ну, еще, может, какой-то фильм у меня привлечет, а, или вот эта клиника, клиника счастья, вот, на мою эксклюзивную кровать. Кстати, есть там огромная, ну, не огромная часть видео, что когда у меня несколько ноутбуков было, я себя заснимала даже, как мы с Просперуси, там, у нас литературные чтения были, и вообще, как мы, вот это вот, да, книжки я читала, и Просперусинка такая вот эта вот, да. Правда, этот урок у нас не был живописи в Эллинге, я говорю, Просперуси, все, сейчас у нас будет урок живописи, сказала я, выставила картины, так что вот. Ну, да, Татьяна Соломовна еще, знаете, вот этот, еще такой, знаете, вот этот, как это называется, сценарист, сценарист, еще такая сценарист, Бакшука Марпл, все кошки, она говорящие, дом волшебный, вот. Вот такие вот дела, ну, и, в общем, Просперуси, Просперуси, в общем, как-то вот так вот. Урок живописи, ей понравилась картина, она попросила картину подарить, колокольчик. Ну да, я об этом уже говорила. Картины, 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 это у нас семейные. Картины, даже не знаю, знаете, вот такая вот любовь к этим картинам, я никогда вообще коллекционированием не занималась. Кстати, вот та картина, конечно, из Америки, но она не совсем картина. Хотя нет, я же в Америке прикупила несколько картин, но я их прикупила по баджету и для оформления стен, потому что я везла буфеты и вообще старинную мебель, и такую под старину вот это все, я покупала, и что такое под старину может подойти. Вот, мне нужно было красиво оформить, всякие такие штучки для ванны, там, такое вот все, понимаете, вот такое вот, мне все надо было такое красивое. Вот, всякие подушечки, их картины, когда я увидела дешево картины, я решила их прикупить, потому что на стены, потому что у нас я привыкла, что на Кидмо Роуд там картина, вот, я их прикупила. Вообще, конечно, я разбогатела на целую картинную галерею вместе с Маймэрингом, мне Андрей Путин наш подарил, потому что вот, в частности, вот эту вот картину, огромное озеро, которое вы видите, и часть других картин, знаете, вот эти вот, такие там были, на темном фоне, такие вообще просто, такие, эрмитажные картины, я так это называю, знаете, на темном фоне, такая там, что там были эти, апельсины, с вином, такие вообще, такие, вот такие, знаете, как это называется, как раньше, там, такие эти штуки, кувшин, не кувшин, такая штука, типа кувшина высокого, с вином, апельсины, а потом ананас, а вот такая вот с фруктами, которая была, говорящая картина, ну да, такая красивая, знаете, такая супер штука, она мне очень нравилась, эта картина, так что вот. Это удивительная картина, я, знаете, смотрела, она, знаете, меняла, знаете, вот это вот, ну ладно, не будет, я потом вам, потом как-нибудь расскажу, понимаете, картина, это особая, такая, особая такая, вот эта вот. Так что вот. Ну и проветриваю, заодно у меня там, там все открыто, вообще у меня все открыто, и балкон, балкон на дверь открыто, и там все, просто, навешено, но открыто, вот. Но, к сожалению, поскольку даже днем там 28 было, не так это проветрило, хотелось бы, чтобы проветривалось. Вообще, знаете, какое дело, не только стиральная, еще посудомоечная машина, еще кондиционеры. Сейчас бы включить кондиционер на 20 градусов, вы поняли, да? Кондиционер на 20 градусов, чтобы было прохлада. А это куда упирается? Финансы. Вот я о чем и говорю. Финансы. О чем в том числе мы с вами, сейчас с вами и тоже и говорим. Что быть процветающим, иметь деньги, давно бы уже застеклило балкон, была бы лоджия, поставила бы кондиционеры, и, в общем, купила машину камер. А, вообще, в другой дом шикарный, в другой купила, все продала. Так что, такие вот дела. Кстати, кто интересуется, я продаю мою квартиру за 5 миллионов 800 тысяч рублей. Я собственник. Вот такие вот дела. Живу здесь 30 лет, 25 лет постоянно. Две комнаты, кухня, коридор, ванна, туалет. Представляете, 30 лет один собственник этой квартиры на меня изначально была оформлена по отмену. На меня была оформлена. Так что, вот. Потом у нас в связи с приватизацией была оформлена на Юрия Анатольевича и на меня. Так что, если кому интересно, и предлагаю, понимаете, договор купли-продажи оформить там, где я оформляла полностью на себя эту квартиру. Ну, не просто. Одна, вторая была моей, через материальную контору Остапенко и Лена Константиновна. Там я оформляла половину этой квартиры по завещанию. Я вообще была Александра, Татьяна Юрьевна. Вы обратили внимание, я там видео вам загрузила на мою страницу ВКонтакте Татьяна Салмановна через дефис мактон сайт. Водим через дефис. Там показано, очень интересно, такого не видела, такое удивительное видео. Там, я так понимаю, куда в Дубае прилетел Салман Алсауд. Его встречают, он идет, его встречают шейх Мухаммед, правитель Дубая и Хамдан. Ну, там еще другие, других я не знаю. Там много этих мужчин в этом белом, а эти мужчины в таком, как-то у них белом, эти розовые, знаете, такие штуки. Просто кто не смотрел, просто обратите внимание, обратите внимание на, в общем, на их общениях, как они улыбаются, в общем, как-то вот так вот. Хотя, Салман поначалу как-то очень, как-то вот так вот улыбается, а потом, когда уже я просто, я просто не так часто я так просматриваю вообще видео, чтобы правитель Дубая вообще, знаете, как-то вот улыбался и вот это, это не очень часто я вот на видео это можно, у него в основном такое серьезное лицо. Ну да, просто посмотрите это видео. А потом я вам там загрузила часть видео с моего Light Journal. Вы, наверное, почитали, что я там пишу. Так что вот про мое имя, отчество и фамилию. Вот такие вот дела. А также я вам пишу, что помогает мне Создатель Неба и Земли. Вот такие вот дела. Ну что ж, два часа, два часа, одна минута видеосъемки. Ну да, сейчас, знаете, я так думаю, сейчас температура воздуха наверно сейчас 20, вот как раз вот тут такая очень нормальная, знаете, такая вот, вот эта вот. температура, она как раз здесь вот у меня, на Белконе, ну на улице, да, на Булконе, или вот эта, на Белконе, 20 градусов, вот этой прохлады, 20 градусов этой прохлады, которой я дышу. потому что внутри теплее, конечно, к сожалению. Я надеюсь, что она немножко сейчас, знаете, будет как снижаться, в общем, пока знаю, что вроде как-то эта погода, вроде как-то должна снижаться, температура воздуха. Дожди, вообще завтра обещают, дожди. Смотрите, как светло, почти 11 вечера, как светло на улице. А еще очень интересная тема, я тоже загружала, школа очарования, про как рассказывают женщины, школа очарования, международная школа женского очарования, как она рассказывает про этих гейш. Которые умели гармонизировать, гармонизировать, гармонизировать пространство. Просто, знаете, как я понимаю, я вот так вот поняла, знаете, вот такое было, какое-то напряжение там, в комнате еще где, такое напряжение, какое-то вот это вот. И вдруг что-то меняется, понимаете, атмосфера меняется, как ты чувствуешь себя по-другому, дышится легче, и хочется как-то поговорить, поулыбаться, и более какой-то такой жизнерадостный, веселый, и реагируешь уже как-то соответствующе, более как-то вот, как-то вот это вот, позитивно. А что такое произошло? А что такое geschло? Вот у них оттуда, понимаете, вот эта вот поливалка, там еще что-то, вот они, знаете, что там, хоми, доми, знаете, бывает как-то вот в доме по-домашнему, вот я вам сейчас много чего может рассказать, и знаете, вот в доме по-домашнему чувствуешь, что тепло, ну, в смысле, теплая такая, сердечная обстановка, комфортно, вот. Татьяна Салманна, большой опыт есть, она вам может рассказать, потому что, ну, как говорил Сергей Сергеевич Коновалов, я много лет ходила на сеансы Сергея Сергеевича Коновалова, больше 13 лет, он вообще говорил, что так вот не надо рассказывать, что там такое, только там внутри, там где вот, внутри сеанса, вот там на сеансе вот это рассказать, вот это вот, да, а так вообще не надо. Я вам вроде уже, как ты знаете, может, говорила, поскольку Тамары Петровны уже нету, уже давно, от 2009 года, мамы нету, я вам могу рассказать. Спасибо. 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 Спасибо.